здрасте дорогие радиослушатели и те кто нас смотрят на ю тубе в эфире программа политинформания радиостанции народная волна чикаго самой популярной радиостанции на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы беседуем с российским журналистом тележурналистом продюсером и спортивным комментатором кириллом набутовым кирилл добрый вечер здравствуйте уважаемые братья добрый вечер я хочу сказать вам огромное спасибо за уделенное нам время столь позднее время для вас потому что все-таки 11 вечера если не ошибаюсь это довольно поздно не смешите мою прабабушку какое для тем более для журналист как в 11 часов вечера позднее время я немножко внесу философии чуть-чуть потом будет уже как бы проще значит великий русский поэт николай некрасов задался так таким вопросом кому на руси жить хорошо интересно что в других странах допустим сша франция италии крупнейшие 100 страны писатели никогда такой вопрос не задавали напрямую напрямую вот у меня такой вопрос надо ли в современной россии задавать такой вопрос и искать на него ответ не ребята вы заворите мне очень глубокие мне очень глубокие непостижимые 2 думал утлову ума вопросы надо ли задавать всего современная сейчас или человек живущий до человека живущий в россии должен ли себе задавать такой вопрос нет он не задает себе такой вопрос если говорите так в легкую то он отлично знает кто живет хорошо сегодня но это не он поскольку там где живет он те кто живут хорошо не живут они живут в другом месте, на Рублевке, в каких-нибудь элитных новостройках, в особых особняках и так далее. Все знают, кто живет хорошо. Другое дело, что эти кто, живущие хорошо, они периодами меняются. 20 лет назад это были бандиты, проститутки 25 лет назад. Какие-нибудь первые олигархи, которые много спереть успели, кто-то построил свой бизнес с вами, молодцы. Сегодня все мы знаем, кто живет хорошо и за счет чего живут хорошо, и каким образом живут хорошо. В России все это знают. Понятно же, что от народа правду не скроешь. Вы сказали Некрасов, я сразу вспомнил одну вещь. Дело в том, что я родился и первые 15 лет прожил в доме Некрасова. Вот непосредственно в доме Некрасова. Там он весь увешан мемориальными досками, и я все жду, когда я подохну, и мою мемориальную доску рядом с Некрасовской как раз воткнут. Там много кто жил, и я прожил полтора десятка лет в этом доме, клянусь, был в музее в квартире Некрасова, там музей. Музей квартиры, на Литейном проспекте в Лейнграде. Я за свою жизнь там был всего один раз. И мы знали, я знал, что он написал такие стихи, кому на Руси жить хорошо. И там еще такая фраза была, жаль только жить в эту пору прекрасно, и уж не придется ни мне, ни тебе. То есть в ту пору, когда всем будет хорошо. Я думал, что он такой, вот значит, был болеющий чувак за народ и прочее. И когда я пришел в эту музей квартиру, первое, что я увидел, при входе стоял гигантский медведь. Он на задних лапах, чучела, наверное, метра два с половиной высотой, огромный. Это который держал в руках, в лапах поднос для визитных карточек. Он всегда при Некрасове там и был. Этого медведя завалил сам Некрасов. И я подумал, потом сама квартира оказалась громадной. И у меня это все стало не вязаться с разговорами о народном благе. Понимаете, что сам-то он жил очень хорошо. Ну, что он был крепостник, он владел крестьянами крепостными. И более того, на одной из них он даже женился, будучи старше на 30 лет. В общем, я с тех пор Некрасову не доверяю. Вот в чем дело. Кирилл, а вы по ощущению ленинградец или петербуржец? Как бы вы... Я очень не люблю Ленина, но я ленинградец, потому что я родился в Ленинграде. И я произношу это слово не из желания там показать симпатию к Ленину, а просто привычно. Я вырос в этом городе. Это другой город, не такой, как сейчас. И вот, поскольку половину жизни провел в Москве, то мне, в общем, по большому счету, примерно одинаково в Москве и в Питере. И в продолжении предыдущего вопроса. Как вообще сегодня относятся к Владимиру Путину именно в Санкт-Петербурге на его малой родине? Ну, почему малая? Она не такая уж малая, 5 миллионов человек населения. Кстати говоря, будете очень смеяться, как в том анекдоте, помните, да? Вы будете очень смеяться, розочка тоже умерла. Так вот, мы с Путиным росли на одной улице. Наш дом выходил на Босков переулок номером 1, а его дом, где он родился, номер 12. Это такая пустынная дыра была. Абсолютно пустынная дыра. С одной стороны баня, с другой рынок. Вот, с задних. Ужасно. Вот он там вырос. По поводу того, кто как относится к Путину. По-разному относится, если говорить серьезно. Потому что есть масса людей, которые его обожают. Это правда. Меня слышно, да? Да, 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 конечно. Очень хорошо. Есть масса людей, которые его обожают. Есть люди, которые относятся наплевательски, нейтрально. Обыватели, которые вы меня лишь бы не трогаете. Живем нормально. Автомобиль купили, ипотеку, квартиру. Все у нас нормально, более-менее. Работа есть, не голодаем и хорошо. Лишь бы не было войны. Таких очень много. Есть люди, которые покритичнее смотрят, которые устали. Просто элементарно. Ну, сколько можно. Причем они видят, что деградация происходит совершенно понятная по тем решениям, которые принимаются. Там все голосуются законы. Это дума, которая не знает, как только, так сказать, чем только понравится вождю и царю. И есть, конечно, группа лиц, которые довольно большая уже, которые Путина не любят. Там градации есть от слегка не любят до ненавидят. Таких людей становится понемножечку, постепенно становится больше, я считаю. И в целом молодежь, все-таки, если говорить про Питер и Москву, это же все-таки университетские города. Очень большое количество молодежи с приличными мозгами. Молодежь очень-очень сильно расслоена и большинство моих молодых знакомых оно Путина не любит. Хотя не понимают, это чисто эмоционально. Может быть, это базируется на том, что он уже надоел, сколько можно. Они же все выросли, родились при Путине. Студенты, которым там 18-19-20-20-20 год, они же все родились при Путине и другого властителя не знают. Кирилл, а вот по характеру, по менталитету, есть ли какое-то отличие ленинградцев от москвичей? Если есть, чувствуете ли вы это во Владимире Путине? То есть, вот этот характер ленинградский. Или петербуржский сегодня уже? Ну, я имею в виду в большей степени ленинградский, потому что все-таки... На мой взгляд, это лирика, могу сказать честно. Я сам всегда был законченным ленинградским таким патриотом, очень упорным, но я просто вырос в старом облупившемся Ленинграде, который был, знаете, как такая престарелая дама из бывших хороших кровей, там, дворянских или великокняжеских, чего-нибудь еще, которая доживает свой век в одной комнате в огромной облупившейся коммунальной квартире, которая когда-то принадлежала ей целиком. И где еще в туалете сохранились панели красного дерева и остатки былой роскоши какие-то. Вот Ленинград был таким, когда я рос. И в Ленинграде очень у ленинградцев чувствовалась нелюбовь к Москве, потому что Москва засасывала все, и людей, и деньги, и все остальное. Она как-то хорошего строилась, а Питер просто развалился в своем болоте, плесневел, гнил и так далее. Два шага от Невского проспекта была жуткая дыра и зажетка. Сегодня все по-другому. И потом, понимаете, но все-таки мобильность есть. В этом смысле Россия по чуть-чуть повторяет Америку, вся Америка очень мобильна. Что мне вам рассказывать? Американец за жизнь может поменять города много раз, едучи за работой, допустим. Нашлась работа на Западе, он поехал в Сиэтл. Нашлась в середине, он поехал в Хьюстон. Нашлась на Востоке, он рванул в Бостон. Россия же более в этом смысле консервативна, менее мобильна, и главное, что здесь менее равные условия для жизни. Кто сравнит какой-нибудь там Уссолье, Сибирское с Москвой? Никто. Все захотят из Уссолья в Москву. Так вот, поскольку страна стала все равно мобильной более, и капитализм все-таки, то население очень активно двигается, полно народу приезжает в Питер, в Москву, допустим, из Сибири, на нефтяные свои зарплаты покупают квартиры, приезжают сюда на пенсию, присылают детей учиться и так далее. И сегодня это примерно одинаковое население. В Москве чуть-чуть оно побогаче, безусловно, повыше будут зарплаты, подороже немножко жизнь за счет аренды, жилья и так далее. В Москве чище гораздо, потому что там гораздо больше дворников, больше денег в городском хозяйстве, больше народу в Средней Азии работает метлой, лопатой и так далее, Питер гораздо более грязный, плюс климат паршивый. Но если в годы моего детства была разница в речи на улице, ленинградцы говорили по-другому, не так, как москвичи, Москва это уже был Вавилон, там перемешанные языки, греканья, мэканья, украинская, южно-русская, какое угодно еще и такое-сякое, сибирское, быват, или Вологодское такое, Ленинград был такой более чистый. В этом смысле сейчас все перемешалось. Кирилл, когда мы с вами беседовали и разговаривали об интервью, я сказал, ну вы, вы журналист, тележурналист со стажем, вы сказали, я тележурналюга. Я журналюга. Я журналюга. Журналюга, да. Я хотел бы задать вот в каком контексте вопрос. А какими качествами должен обладать журналист, чтобы не стать Маргаритой Симоньян или Дмитрием Киселевым? Господи, боже мой. Я знаю, что вопрос под текстом, ну попробуйте ответить. Под текст от слова поц. Хочу вам сказать, ребята, вот что. Я знаю Марго Симоньян. Я был человеком, одним из тех людей, которые рекомендовали ее в Москве. Я познакомился с ней 21 год назад в Краснодаре. Она была маленькой девочкой, работала на крошечной телестанции. Это была такая очень заводная, очень веселая, с огромными распахнутыми глазами, очень талантливая девочка. На весь Краснодар она просто была такая одна. Она делала какие-то репортажи, сюжеты снимала. Это было очень хорошо. Она просто была, ну совершенно из другого мира. И очень хотелось в Москву. И когда она туда попала на программу Вести, это было раннее время Путина, вот самое-самое раннее время, 2000-й, наверное, год, 2001-й, когда Путин позвал Олега Добродеева возглавить государственную российскую телерадиокомпанию, Россия тоже называется. Олег стал формировать новый блок новостей, Вести, самое, в общем, главное вещание телекомпании, и Марго попала туда, и она очень быстро там засветилась, очень быстро выросла. Она очень способная, талантливая девушка. То, что сегодня она говорит, как она себя ведет, что она заявляет, не в моих правилах, честно говоря, критиковать, а уж тем более поливать коллег, поскольку я их, естественно, всех знаю, и они меня тоже, и Марго, и Вова Соловьева, который одно время даже моим подчиненным был, и даже Дима Киселевна. Поэтому я лучше промолчу. Вот так. Ну, вот промолчу. Хорошо, Кирилл, я тогда дополню. Напомню вам анекдот, когда современно, вот сейчас в России чувака задержали на одиночном пикете за, значит, антиправительственное выступление, он стоял и держал в руках белый лист бумаги. Его за это задержали. Говорят, вот мы вас за антиправительственное выступление задерживаем. Он говорит, ментам говорит, а за что, у меня же ничего не написано. А что писать, когда и так всем все ясно? Вот. Вот считайте, что я держу в руках белый лист бумаги. Ну, если чуть-чуть дополнить, допустим, мы поняли, что вы не хотите обсуждать, и это правильно, наверное. Но та трансформация, когда... А если правильно, почему спрашиваете, провоцировали? Пускай... Нет, я спросил только, какими качествами не должен обладать тележурналист. То есть, как бы, вы можете даже дополнить, может быть, там, более должен свободой обладать больше, или... Внутренней свободой. Внутренней свободой. Потому что, в первую очередь, любой человек, даже если он журналист, не должен быть мудаком и подлецом. А если вот смотрите... Желательно. Другое дело, что не всем удается. Кто такие журналисты? Это люди, которые ничего не понимая рассказывают тем, кто ничего не знает. Вот это лозунг профессии. Я сам к нему отношусь. Кирилл... Мне кажется, что требование к журналюгам такое же, как к людям остальных профессий. От врачей до потологоанатомов. Вот, извините, компонеров там. Вот смотрите, если говорить об этих людях, для вас их трансформация... Ну, я имею в виду и Соловьева это. Я не прошу их комментировать. Но лично для вас это какая-то стала личной трагедия их трансформация? Или вы к этому отнеслись спокойно с пониманием? Вы пропали, когда стали спрашивать для вас и что... Да-да, но я повторю, я повторю свой вопрос. Вот то, что произошло с этими людьми, да, я имею в виду и Симоньян, и все другие. Лично для вас это стало какой-то трагедией? Или вы к этому отнеслись с пониманием и... Ну, как бы... Спокойно. Ну, Господь, помилуй Бог, какая трагедия? Ну, ребята, ну, трагедия для любого из нас это потеря или болезнь близкого человека. Ну, в какой-то степени трагедия это потеря больших денег, если ты вдруг оказываешься на улице в нищете. Это действительно трагедия. В этом смысле я не настолько люблю и интересуюсь жизнью Киселя, Соловья или Марго, чтобы, глядя на то, там, что они или от их имени или под их руководством вещаются в эфире, ощущать это трагедией. Я даже не считаю это трагедией страны, потому что... потому что смотрю на это более... как это сказать-то... фаталистично, что ли. Я Соловья знаю как облупленного. Он всегда был примерно одинаковым человеком. Даже когда он еще занимался торговлей. По-моему, он какую-то звуковую технику тоскал из Америки и продавал в Москве. Ну, вот. Будучи весьма тогда небогатым человеком. Про Марго я вам сказал. Кисель всегда был барином. Он за границей работал. Когда он в начале 90-х годов и был суперзвездой. Понимаете, в чем дело? Осуждать легко можно. Я вам сказал, что я держу белый лист бумаги, потому что я сам в этой профессии множество лет прожил. И знаю, как иногда бывает тяжело сопротивляться либо приказу и давлению, либо искушению. Поэтому есть масса людей, которые в голос найдут какие плохие слова сказать про Соловья или про Марго. Но я вот что хочу сказать. Если взять гражданскую войну, которая была в России после большевистской революции, или если взять Вторую мировую войну и те зверства, которые там творились, не только по отношению к еврейскому населению Польши, Белоруссии, Украины, России, Германии, не только. Зверства в целом. А в гражданскую войну что творилось, когда братья резали друг друга живьем? На ремни кожи спускали? Когда просто это было апофеоз зверства, брата убийственного зверства в России? Ведь все эти люди, которые творили эти зверства, они же не были палачами профессиональными, и они не были садистами по природе своей. В зверствах участвовали тысячи людей. Тысячи людей, вдруг в них просыпалось вот это внутреннее. Значит, это где-то внутри было, и это есть у всех. Вопрос в том, в каком количестве, и вопрос в том, в ком это раньше проснется, в ком позже проснется, в ком не проснется, кто в себе подавит. В нас во всех есть внутри дьявол из сложенных из разных кусочков, и какие-то кусочки прорастают. что-то проросло в соловье. Соловье на самом деле про деньги, Володя, в первую очередь. Что-то вот Маго, который считает для себя, вот это возможно так делать, это я могу делать так, вот своего мужа я могу запустить там в эфир ЛТВ говорить якобы смешные глупости. Да, можно, можно там. Она себе это разрешает, а во время войны люди позволяли и разрешали себе убивать других просто так пытать кирилл такой вот вопрос. Вы советский человек, вы родились в Ленинграде, а заканчивали школу, как я понимаю, в Москве. Хорошо, я понял, а ну вы прекрасно знаете, что первым секретарем ленинградского горкома партии был Григорий Романов. сегодня... Первый не горкома, обкома партии, обком выше горкома. Да, да, да. А пункт выше городского. Достаточно достаточно... Хозяином города был Романов. Хозяином города был Романов. Хозяином такую формулировку, да, хозяином города был Григорий Романов, сегодня хозяин города господин Беглов. А как бы вы их оценили, вот этих двух людей? Как вам нравится, как они управляли городом? Ну, мне кажется, это все равно, что сравнивает зеленое с квадратным, или мотоцикл, я не знаю, чем с гусеницей. Абсолютно разная страна, разные условия существования, разные правила игры. Общее, Смольный, как здание, где помещался и Романов, и в его же кабинете помещается, Беглов, это кировский кабинет, это кабинет первого секретаря, при входе, в который был Киров застрелим. И это разные правила игры. Я думаю, что сегодня их невозможно сравнить. Другое дело, что политическая культура и правила поведения все равно в нас всех совковые остались, так или иначе. И правила поведения в стенах Смольного, они очень похожи на совковые времена. Я бывал и тогда в Смольном, и сейчас. Сейчас уже давно не было, просто нет дел, но в принципе. И поскольку полно народа выросло из комсомола или из КГБ, сегодня находящегося у власти, то они прививку того, как себя надо вести, как надо слушаться старше, как надо выполнять приказы, безусловное подчинение и так далее, правила поведения, аппаратного поведения, они впитали в себя с юности. Та же Валентина которая в этом же Смольном была там комсомолом занимался, сегодня она президент, как это сказать, в Совете Сената в России, Совета Федерации. Поэтому какие-то качества у них воспитаны наверняка одни и те же. Но Пиглова сегодня в городе мало кто принимает всерьез. Могу сказать честно, не желая его обидеть. Говорят, он неплохой мужик, просто все понимают реально, что решения принимаются по-другому. С одной стороны, ни одно серьезное решение не принимается без Путина, тем более, вы же понимаете, какое внимание к Питеру, да? Это город, где родились Путин, Сечен, Патрусов, Миллер, Бортников и та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это особый город на особом положении, находящийся. А не только потому, что есть зенит играет в футбол за Газпром скул 175. С одной стороны, с другой стороны, деньги-то не у Беглова. Над городом есть некий смотрящий, там виде, Ротенберга и Ковальчука, линии здесь кому все понимают реально другие правила игры а в совке романов таки действительно был главный хозяин город кирилл а если член полюбюро ребята член с вами примерно одного возраста вы знаете что такое член полюбюро естественно да то есть а да да мы конечно понимаем кто такой кандидат член полюбом мы хорошо помним кто такой вот например глубоко уважавшийся в белоруссии петр мирович машина был кандидат а романов был член полюбюро это верхушка государства там из 15 условно человек беглов даже близко не привлечет не приближается к этому уровню власти кирилл а вот мы сейчас говорим о ленинграде до семидесятых будем быть 60 70 80-е годы а ленинград был такой культурной столицей причем сам интересно он москве составлял такую как бы очень сильную даже конкуренцию я имею ввиду и ленфильм и театры которые были и писателей поэток которые в то время работали в ленинграде как на сегодняшний день в петербурге если конкуренция москве сегодня все по-другому но если сегодня в петербурге хорошие театры сильные да есть кстати говоря в них работает полно московских режиссеров есть не петербурге кино 0 или фильм фильм в жопе назовем вещи своими именами просто в заднице откровенно и дело все-таки так медленно идет к тому что в итоге я думаю эти дорогущие земли в самом центре города вы писать около петропавловской крепости в итоге пусть это какое-то коммерческое используемо потому что сегодня это просто прожирание денег это может хоть как-то работать лимфильму в тяжелом состоянии но есть другие студии есть в студии рвс новая которая принадлежит и в тушенкову мтс афк система московской там снимаются новые павильоны хорошие вот что касается писателей в питье есть мощные фигуры один из лучших прозаиков современности русской мой приятель женя водолазкин он живет в ленинграде он сам не родом не из ленинграда из киева но он живет в ленинграде там в ленинграде есть актеры мирового класса и суперзвезды такие как алиса фрейдлих олег басилашвили и там есть великолепные театры додина есть мариинский театр с царем балета и оперы валера герди его во главе есть меньше чем в москве денег меньше в москве город меньше чем москва но в принципе очень живенько все про эрмитаж я уж не говорю с русским музеем это само собой не я сейчас ничего сейчас в общем и гораздо живее в городе ну капитализм как-никак а кирилл мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и через пару минут вернемся не отключайтесь пожалуйста спасибо а давай мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго ее ведущие эдуард брумер и геннадий мы продолжаем беседу с российским тележурналистом продюсером спортивным комментатором кириллом набутовым кирилл кирилл хотел бы начать разговор вот чего у вас есть прекрасный youtube канал набутовый хотел бы еще прекрасно он маленький это маленький зародышевые прекрасно не нет вы вы скромничаете я сам я сам поклонник вашего канала и хотел бы сказать нашим радиослушателям чтобы они смотрели канал набутовые и подписывались потому что три человека которые там обычно находится виктор набутов младший петр набутов и наш покорный слуга это очень интеллектуально интересно и порой смешно но вот в контексте чего я хотел задать вопрос вы не боитесь что то что делает последнее время российская власть что касается ютуба твиттера и вообще сетей что вот ваш такой канал может прекратить существование или какие-то имеет трудности проблемы может быть слова боюсь это довольно сильное слово но ну конечно мне этого не хотелось я бы сказал так что я этого не исключаю всего происходящих сейчас событий вот так стране мне многое очень сильно не нравится очень сильно не нравится есть вещи которые просто вызывают мне блевотный блевотный какие-то реакции то что я вижу то что я читаю то что несут люди которых я хорошо знаю я в данном случае не соловья имея ввиду ли марго симоняна и других людей всяких во власти я я знаю как облупленных знаю что на самом деле у них в душе и в мозгах а то что они говорят мне очень многое не нравится но я при этом стараюсь заставлять себя смотреть на вещи ну как-то чуть чуть более объективно ставить себя на место тех кто находится в управлении страной даже путина я путин и знал ну прежним путинка работал в питере когда только начинал работу в москве мы с ним даже были на ты и я его знал как парня с таким хорошим чувством юмора достаточно циничного но вполне нормально вполне нормального я знал там про всякие вещи которые которые были у него по работе в питере не идеального человека абсолютно но нормального нормального пацана я сказал и сегодня там среди моих знакомых есть многие повторюсь кто путин а теперь сильно не любит но раньше восторгался я часто задаю себе им вопрос конкретная ситуация поставьте себя на место его там не знаю кого премьера там министров я не знаю кого еще как быть как вот управлять критиковать легко поливать легко осуждать да и все это нужно делать нужно делать должна быть обратная связь власти с обществом вы живете в америке не мне вас учить да правильно да конечно вывод вот вы гена и эрик вы трамписты правильно да да при этом когда ваш любимый трамп был у власти нью-йорк-таймс и cnn мочили его слева с кулака на кулак как хотели он злился но сделать ничего не мог смешно представить себе сегодня такое в россии в 90-е годы такое было при ельцине ельцин будущего общем бывшим коммунякой тем не менее к прессе относился очень корректно там ержился не не нравилось ему когда врали или когда там что-то еще делали но он терпел сегодня ситуация другая ну понятно поскольку власти люди с закалкой кгбш на и милицейс на кгбш на первую очередь которые системные люди с погонным воспитанием и лишняя свобода не нравится все понятное ничего хорошего в этом нет но черном рассказывать россия настолько перепутанные сложные особенно после двадцатого века с большевизмом коммунизмом построены на лжи тотальной жестокости что сегодня все узлы сразу не развязать и пойдет я говорю это только в одно вот для одного чтобы сказать что кто там сенека ну сильная косы на к говорил что по ирны компрома по-французски не ненавидеть на понять стараться я вот смотрю что сейчас происходит стараюсь понять стараюсь понять вот сегодня депутаты но это 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 уже ходячая комедия то что за что голосуют сегодня депутаты в государственной думе правда не все голосовала партия единая россия у него там большинство и никого больше не надо вы коммунисты и эти жирики они были против закон о лицензировании просветительской деятельности это значит что сегодня любой человек который вылезет в интернете с лекциями о том как из досок собирать скворечники по большому счету он же просветитель правильно или как прививать орхидеи или как заниматься обрезки тренинг кустов делать у себя на бэк-ярде то он же просветитель по большому счету под этот закон можно будет подсунуть все это бред абсолютный но кому-то это было надо они это проголосовали причем в один удар и когда я за всем не наблюдаю что мы о том что нету независимого суда и это для меня самая большая беда в стране нету независимого суда соответственно не может быть защиты ни у кого когда я смотрю меня конечно все эти не нравится и до сложив ситуация понимаешь там закрыть какой-то там наш канал на будто вы на ю тубе с какими-то нашими там разговорами исключить такой возможности нельзя хотя мы не выступаем с исключительно путина ненавистнических позиций кирилл а то что касается российского спорта это больная тема наверно для всех журналистов журналюк то есть те кто все кто освещает эту тему мы гордились советским спортом это действительно я это помню и это было действительно выражать современным языком круто вот те проблемы которые испытывают российский спорт сегодня я не буду вдаваться в подробности все это знают как это вот сейчас с этим песней к олимпиаде большие проблемы а на ваш взгляд когда началась эта точка невозврата то есть это не торгнул допинг само собой но может быть это на ваш взгляд началось намного раньше почему не возврата а не возврата будем так говорить полноценному спорту кому-то к тем проблемам вот как вам кажется они просто не решаются может быть по этой причине вот эти проблемы которые сегодня у российского спорта существуют когда они начались на ваш взгляд самые главные проблемы вопрос кратенький часов на восемь мы как примерно к нашему утру и закончим это обсуждение если вы готовы я с удовольствием нет не готовы к сожалению нам было бы больше время были бы готовы но у нас минут осталось ребята у нас еще 15 минут я постараюсь так мазками такими аква да у нас еще есть я думаю то 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 что мне кажется может мне я проехал на самом деле я работал на 13 или 14 олимпийских играх и начал как комментатор работать на олимпийских играх 80-го года в москве а после этого все было подряд силу там ну называть атланта там я не знаю что еще лейт плейсид какие там были олимпийские лондон и сочи все это время я наблюдал естественно за спортом вблизи на мой взгляд спорт как прекрасная идея пьера де кубертена как чистое соревнование искренние людей не замутненные деньгами и политикой от этой идеи вот он за последние десятилетия превратил ушел очень далеко безвозвратно далеко в гигантский шоу-бизнес ну чем не вам рассказывать вы живете в стране где есть бейсбол есть американский футбол где есть хоккей где есть баскетбол и теперь сокер который набирает дико обороты куда вкладываются дикие деньги он становится очень популярен в штатах это чудовищный шоу-бизнес но стадионы по 30 40 50 тысяч зрителей собирают правильно я говорю конечно это это шоу без сто процентов в нем почти не осталось места чистым человеческим вещам потому что там где большие деньги и места почти не бывает ни в чем и то же самое здесь и сегодня сегодня ведь все считают завоеванные медали на олимпийских играх правильно считают в америке я 12 у россии 5 в германии 16 и так далее это нарушение принципа кубертена соревнуются не страны соревнуются спортсмены говорил он а сегодня соревнуются страны соревнуются вот такие бюджеты гигантские все спортсмены получают зарплаты это все знают так или иначе они все получают деньги их нельзя за это обвинить потому что сегодня человек любитель как вот вы или я мы можем с утра работать на радио на телевидении вечером пойти поиграть в хоккей но мы не можем или в прыгать в высоту мы не будем прыгать на олимпийских играх мы для этого должны всю жизнь этим заниматься только правильно все профессионалы значит изначально внутри спорта уже заложена неправда слова любительство уже никто не пусть не не воспринимает и не произносит все знают что это за большие бабки за каждым стоят спонсорские контракты найки адидасы шмадидасы и так далее и так далее за каждым стоит большая политика это совершенно другое явление она была иным еще когда я начинал там работать в восьмидесятом году там была политика если помните был бойкот совет совет и торжесть в афганистан штаты объявили советом бойкот не приехало много стран политика всегда была но тем не менее еще оставались некие контуры приличного поведения спорта сегодня это гигантский шумбис он меня перестал интересовать потому что вот это совсем про другое я сегодня не хожу там на баскетбол допустим в питере питере есть команда зенит баскетбол я не хожу на них смотреть хотя я занимался баскетболом был студии у меня сын ведь он играл в юношской сборной страны в баскетбол он тоже не ходит баскетбол почему потому что бюджет есть деньги газпромовские есть купили 5 американцев ну или там трех американцев двух кубинцев 1 малайца кого хотите вот они сегодня надевают майку команды из петербурга и забывают москвичам завтра контракт кончился и купит москва не будут забивать другой майки уже на чем не за них болеть я их не знаю при этом три черных 22 не знаю немца а кирилл а это первое второе там где большие бабки там всегда будут люди которые стараются берегу любым способом добраться я имею ввиду запрещенные препараты и запрещенные методы они же не сегодня родились почему начались большие скандалы с русскими потому что мы мудаки знаете как говорится ты мудак ты на конкурсе мудаков всемирном занял бы второе место а почему второй да потому что ты мудак так вот мы мудаки на русское разгильдяйство темнота нежелание учиться не знание иностранных языков холод я рабство перед начальством я все что угодно сделаю только что начальник был доволен что мы займем вот столько-то золотых медалей трава не расти он меня отмажет наплевать на по законам орая честно все это все вместе приводит тому что народном месте бьемся рожей об грабли но при этом будет высшей степени наивности но высшей степени наивности думать что в других странах большим спортом занимаются ангелы да вы что ребята конечно ну вы что возьмем пример вот пожалуйста там симона байлз темнокожая звезда американской гимнастики у нее терапевтическое разрешение там синдром рассеянного внимания какая-то вот это вот ересь который в нашем детстве это вообще никто не зажиг такое ей можно принимать определенные препараты у нее терапевтическое разрешение это легальный способ легальный способ пользования запрещенными препаратами наши возникают наши возникают задают вопрос а как вот она там ее и не только она другие там принимают а мы нет так потому что вы дураки потому что вы не изучаете материальную часть не интересуетесь что в мире происходит иностранных языков не знает читайте им это профукали это дело а другие пользуются вот чем вопрос пару лет назад на три года назад два года назад уже когда были громкие эти допинговые скандалы уже когда разворачивалась дело ротченко уже когда дерьмом была обмазана вся сочинская олимпиада с ее золотыми медалями там 13 медалей который завоевал сборной уже вроде бы все уже все разоблачили всех все ротченко сбежал двое других начальников анти допинговых российских неожиданно умерли в течение двух недель один потом второй здоровые кабаны 50-летний один умер ротченко потом сбежала еще через деле 2 ну неожиданно ну вот бывает ну может же человек умереть правда ну да да конечно из трех руководителей анти допинговых российского дела двое померли неожиданно один сбежал вот тянут случайность это совпад так вот уже просто разобрали уже все да уже путин заявил что в россии нет государственной программы поддержки допинга это неправда ну государственной программы нет безусловно приказов не вывешивали на стенке поддержать такой-то допинг но в иркутске проходили соревнования по трек-энд-филд зимние в зале иркутск это как понимаю восточная сибирь это был какой-то типа чемпионат сибирских регионов но вот соревнования третьего разряда понимаете третьего в залах легкой атлетики прыжки бег метание все вот эти вещи и вдруг туда без предупреждения приехали допинг офицеры так на финальный забег на 100 метров не помню там шесть или восемь дорожек по моему 8 даже не вышло больше половины участников они просто исчезли они не вышли на старт когда узнали что приехали допинг офицеры это соревнования говенного уровня ну не знаю среднего уровня вот и все чего какие что это 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 действительно не путин же приказал там жрать таблетки или колодца каким-нибудь метандра стеналона были листом залова все а с другой стороны я хочу напомнить историю великого канадского бегуна бена джонсона конечно помним до 88 год он же был там рекордсмен туда-сюда и был у него вечный соперник карл льюис еще более знаменитый американский бегун и прыгун в длину чемпион мира туда-сюда олимпийских игр 5 и 10 на олимпиаде в сеуле неожиданно у бена джонсона нашли в сумке кто-то стуканул потом все говорили это льюисовские люди стуканули в него нашли стана залова анаполические стероиды карьеры жизнь кончилась на этом бена джонсона вопрос о том что это не только советские или русские занимались кирилл хотел бы дальше пойти ваш отец известные в прошлом вратарь ленинградского динамо футболист и спортивный комментатор раньше было очень много хороших спортивных комментаторов озеров майоров послаченко перри турин геннадий орлов петербургский ленинградский комментатор а харьков с харьковский урожай да но он работает он всегда работал в ленинграде правильно работает до сих пор до хотел бы спросить хотел бы спросить а что сегодня в этой сфере происходит и что сказал бы ваш отец глядя на сегодняшнюю спортивную журналистику сегодняшняя спортивная журналистка с тем что чем она была 50 лет назад когда работал мой отец он умер семьдесят третьем году 48 лет назад это все равно что сегодняшний автомобиль это mercedes по сравнению с москвичом 408 это просто разные абсолютно разные род деятельности просто потому что изменились все технологии во первых абсолютно от начала до конца прошу прощения я первый раз пришел я только в конце заканчивал спортом заниматься на телевидении я пришел в семьдесят седьмом по моему году ты первый раз медали попробовать что-то там и послали на какую-то съемку советский союз конечно был не японии штаты по технике но тем не менее все-таки что-то было эти первую съемку я делал на кинокамере на черно-белую кинопленку без звука и это были новости ленинградского телевидения второго в стране на моей памяти это еще был на моем веку черно-белая пленка без звука а сегодня что а сегодня мы можем с вами сейчас по скайпу беседовать и чё хотим делать правильно просто разные технологические планеты до изобретения колеса и после полета в космос это раз второе было совершенно другая страна в смысле информационной открытости сегодня можно ругать путина можно хвалить путина ваше личное дело но вы зайдете в интернет и вы знаете что происходит штатах что происходит в китае что происходит в атлантическом океане и что с что сказала мадонна куда поехал роналду с кем спит этот значит кого там харассил я не знаю кто вайнштейн мы все это сегодня знаем объем информации у людей совершенно другой и сегодня в этом смысле работать проще и работать гораздо тяжелее потому что ты не можешь сказать очевидно глупости тебя легко проверят фактчеком и привью плюс ко всему это второе и третье появилось очень много другого в спорте чего не было раньше очень сильно технологии телевизионные на него повлияли например вид спорта биатлон сегодня в европе один из самых смотримых а 50 лет назад его вообще никто не знал потому что они убежали со стартового городка в лес стрельбище делали в лесу где нет людей чтобы не застрелить никого там постреляли куда-то в мишень прибежали назад кто они таких никто не знает появилось телевидение появились камеры без проводов которые можно отправить лес снимать туда-сюда все все изменилось биатлон стал супер популярным это очень сильно завязано технологии сегодня это совершенно разные вещи моральные правила до остаются человек не меняется цена таланта до цена пахоты бесконечной до силы воли характера до сто процентов что касается папеньки моего который был очень сильно юморным человеком то он когда что-то им говорили в частности допинг там или что-нибудь еще он говорил что бывает бывает иная бывает и наё бывает вот была его любимая фраза бывает иная бывает и наё бывает вот так поэтому он говорила обо всяких прелести которые сильно в спорте кирилл у нас так остается три минуты я вижу туда а говоря с ленинградом невозможно не вспомнить блокаду ленинграда замечательная книга блокадная называется блокадная книга данила гранина и олеся адамовича вот если а в процентном отношении процентном отношении насколько сказано правда о блокаде вот ваше мнение процент смотря где и когда а вот на сегодняшний день вот на сегодняшний день и 100 процентов той правда которая происходила а в блокадном ленинграде на ваш взгляд 65 процентов сто процентов 20 процентов правды или сложно сказать просто не может детский вопрос как можно измерять правду в процентах я не понимаю я могу так сказать на мой взгляд что человек которому интересно я сам вместе с коллегами делал несколько фильмов про блокаду мы там старались мы были первые постарались рассказывать в общем правду в интернете можно найти если хотите 2004 года наше двухсерийное кино блокада ленинграда там я в кадре в качестве ведущего и мы тогда начала двухтысячных еще было время правда сегодня очень многое вопрос так телеканалы побоялись ставить в эфир про про людоедство например про всякие другие вещи но в целом при желании сегодня при помощи интернета интересующийся может найти очень много я в процентах не могу сказать другое дело что сегодня вот даже у телеканала дождь свое время отобрали лицензию потому что они позволили себе устроить для телезрителей задать им открытый вопрос опрос не думают ли они что с гуманистической точки зрения было правильно правильнее сдать город фашистам и тем самым сохранить жизнь десяткам и сотням тысяч ни в чем не повинных мирных жителей женщин детей это вызвало дикое возмущение наверхах и телеканал был лишен лицензии понятно что это придрались использовали эту повод для того чтобы лишить оппозиционный телеканал лицензии но я могу сказать что вот этот вопрос и сегодня если задать то против вас начнется волна негодование ненависти как бы считается что этот вопрос даже обсуждать нельзя хотя действительно очень много людей никто же не посчитал количество жертв понимаете профессор ковальчук историк отец того самого юрия ковальчука который сегодня хозяин всех медиа россии историк он например говорил о цифрах порядка 700 тысяч человек умерших и солдат и мирных жителей кто-то называл цифры за полтора миллиона полутора миллиона никто точно не сочетал россии не считает своих мертвых никогда любая военная победа русских всегда обходилась не с числом не считанной кровью гигантской но в целом я думаю что все-таки большая часть правды про блокаду доступно скажем тем кому это интересно кирилл огромное спасибо за это интервью нам дико жалко что так быстро пробежала с вами время и мы рассчитываем у вас в самого лучшего здоровья и как говорится до следующего раза занимайтесь физкультурой ребята счастливо спасибо спасибо вам